Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Смотрите в выпуске. Сокращение количества преступлений тяжкой категории более полутора тысяч возбужденных уголовных дел. Начальник регионального полицейского ведомства Александр Добровольский выступил с отчетом за 2021 год перед областным парламентом. Больше и лучше обновлять материально-техническую базу областных пожарных продолжают в ЕАО. Выше, сильнее, быстрее. Первенство города по баскетболу среди юношей завершилось в Биробиджане. Существует ли еврейская мода? В этом разбирались на авторадио Биробиджан со стилисткой из Москвы. С ежегодным отчетом об итогах деятельности ведомства за 2021 год перед региональным парламентом выступил начальник МВД России по ЕАО Александр Добровольский. Он отметил успешное межведомственное взаимодействие, благодаря которому удалось достигнуть высоких результатов в борьбе с преступностью. В ушедшем году отмечено сокращение на 13,4% количества преступлений тяжкой категории. К уголовной ответственности привлечено более полутора тысяч лиц. Возросла раскрываемость краж, в том числе и с квартир граждан и автотранспорта, мошенничеств. Пресечено более 100 преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Изъято 13 единиц оружия, почти 1000 единиц боеприпасов и 10 килограммов пороха, 6 взрывных устройств. В истекшем году осуществлено 66 мероприятий по профилактике подростковой преступности. Посещено 105 неблагополучных семей. Проверено по месту жительства 198 несовершеннолетних. Оказано содействие в выявлении 19 административных правонарушений. Проблемными остаются вопросы, связанные с преступлениями, совершенными с использованием информационных технологий. Принимаемые в данном направлении меры позволили почти на треть снизить количество хищений денежных средств со счетов граждан. Мы продолжили активную работу по выявлению правонарушителей, в том числе лиц, способных нанести вред государству в связи с приверженностью к экстремистским организациям. С учетом особенностей географического расположения автономии, органы внутренних дел области готовы жестко и принципиально реагировать на провокации и попытки дестабилизации обстановки. Александр Добровольский акцентировал внимание депутатов на еще одной актуальной проблеме. В 2021 году зарегистрировано 139 фактов нападений собак на людей. Из них в 22 случаях потерпевшими являлись дети. В текущем году зарегистрировано 4 нападения на несовершеннолетних. В адрес правительства области направлена информация о необходимости внесения предложений, которые бы урегулировали данную проблему. Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, Новости, 21. Обновление и пополнение материальной части подразделений Центра гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности продолжают в Еврейской автономной области. Так, в преддверии начала очередного пожароопасного сезона огнеборцы получили новое обмундирование. Было принято губернатором области славности, что мы закупаем 118 комплектов для наших сотрудников, для того, чтобы, повторюсь, снизить риски для них во время тушения пожаров. На закупку экипировки из областного бюджета выделили почти 7 миллионов рублей. Вместе с закупкой снаряжения и техники проводятся ремонты и строительство помещений для подразделений. Обустройство комфортных условий несения службы и отдыха пожарных значительно увеличивает их качество работы. Эти средства, которые идут на улучшение материально-технической базы, разумеется, и улучшают, и лучше, значит, повышают функциональность наших подразделений. Полученная экипировка значительно качественнее по сравнению с костюмами, которые приобретались в прошлые годы. Обмундирование российского производства и является продуктом современных технологий. При этом региональные власти отмечают, на безопасности сотрудников экономить нельзя. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21. Если долго ищешь двери, мы эксперты в этой сфере. Магазин двери. Входные межкомнатные двери на любой вкус. Ручки и замки. Все в наличии. Приходи, выбирай. Пионерская 37. Рядом с детской больницей. Внимание! Внимание! Обновленное кафе «Люкс» уже открылось. Ждем наших постоянных и новых гостей по адресу улица Димитрова, 14. Звони сейчас и заказывай. 8-42-622-4-0104 или 8-924-159-59-99. Кафе «Люкс». Магазин «Саквояж» приглашает за покупками. Всегда в наличии постельное белье, одеяло, подушки, покрывало, полотенце и скатерти, а также халаты, пижамы, туники, спортивные костюмы, домашние комплекты, джемперы, нижнее белье. Широкий выбор детской и подростковой одежды. Всегда в продаже именные полотенца. Принимаются коллективные заказы на вышивку. Магазин «Саквояж». Выбирай. Качество. Улица Пионерская, 81А. Остановка Домбыта. Улица Шалом-Алейхима, 3. База строительных материалов «Нашкольная-11». Все виды утеплителей. Пенопласт, экструдированный пенополистирол, базальтовый утеплитель. Реальное тепло. Хочешь зарабатывать от 40 до 100 тысяч рублей? Нам требуется специалист по продажам. Приглашаем на кофе, где обсудим вашу вакансию. Звоните по телефону 8-914-017-3530. 35-30. В Биробиджане на стадионе «Дружба» прошло первенство города по баскетболу среди юношей 2007-2009 годов рождения. В соревнованиях участвовало 9 команд. Гимназия номер 1, 23 лицей, 5-я, 7-я, 8-я, 10-я, 11-я, 16-я и спортивная школа. Сначала команды играли в подгруппах. Было три подгруппы по три команды. Они сыграли в своих подгруппах, определили победителей подгрупп, которые разыгрывают между собой первое и третье место. Это команда спортивной школы, это команда гимназии номер один и команда школы номер семь. Вот эти три команды играют за первое и третье места. В результате упорной борьбы первое место заняла команда гимназии номер один. Серебро у седьмой школы. Бронза досталась спортивной школе. Самая сильная команда мне показалась первая школа. Она сразу начала выиграть с большим отрывом и было трудно защищаться с ними. Мы проиграли 20 очков. С 11 марта начались соревнования у девушек этого же возраста. За победу поборются шесть школ. По итогам игр будет формироваться сборная команда. Она представит Биробиджан на первенстве области. Турнир пройдет с 28 по 30 марта. Дарья Куприна, Денис Листюхин, Сергей Байба. Новости 21. Со столичным стилистом-имиджмейкером познакомились сегодня слушатели авторадио. Мейера Осипова – девушка из Биробиджана. Но после получения высшего электротехнического образования в сфере связи, получила еще и образование духовное в Израиле. А затем увлеклась миром моды и работает сейчас в Москве с самыми известными брендами одежды. Ну а в биробиджанском эфире попробовали разобраться. Существует ли своя особенная еврейская мода? Оказалось, что моды нет. Но есть правила, которые нетрудно соблюсти. Юбки и платья ниже колен, скрытые локти и ключицы. Дора говорит о том, что ты должна выглядеть хорошо и красиво для себя, для своего мужа, для своих людей, детей, для окружающих. И, конечно же, для Всевышнего обязательно, потому что, естественно, мы верим в то, что есть создатель, и все это создано не просто так. От этого мы исходим в то, что еврейская женщина может, она и должна, она и может пользоваться любыми вещами. Те, кто создал Джорджу Романи, те, кто будет в Прадо, те, кто создает обычный масс-маркет, неважно, для нее все поле, где она может выбирать все, что она хочет. И это прекрасно. Кстати, такой широкий ассортимент, по крайней мере, платьев, мэйра нашла во многих биробиджанских магазинах. Не то чтобы на зависть московским модницам, но выбор действительно широкий. И переходить на платья, уходя от брюк, мэйра с наилучшими пожеланиями посоветовала биробиджанкам, желающим весенних обновлений. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Денис Листюхин. Новости 21. Новости 21. Новости 21. Новости 21. Хочешь стать биробиджанской звездой? Оставь заявку и прими участие в проекте, поддержанном президентским фондом культурных инициатив. Участвовать в биробиджанской звезде может любой житель ЕАО. Старше 10 лет. Ты поешь или играешь на музыкальном инструменте? А может, танцуешь или готов представить цирковой номер? Заяви о себе. Регистрируйся на сайте Риабиробиджан.